Здравия желаю воспитанники Международной аэрокосмической школы имени космонавта-испытателя Урала Назибовича Султанова. Здравия желаю, товарищ полковник! Очень приятно, садитесь. Мы нам восстановили стихи, но у лёдческого самого любимого стихи. Стихотворение? Да. Ну, наверное, это счастье с небом проднится. Это счастье с небом проднится, посвятить ему большую жизнь, повелителям большой и грозной птицы уходить в заоблачную ввысь. Марина Лаврентьевна отвечала так. Меня часто спрашивают, нужны ли в авиации женщины, без сомнения. Может быть, потому, что они мягче мужчин, вы не обижайтесь, более дисциплинированы и пунктуальны в полёте. И мне хочется сказать девушкам, у которых загорелся в душе, этот заветный огонёк любви к воздушному океану. Небо ждёт вас. Подарите ему своё сердце, и вы будете вознаграждены неповторимыми по силе и красоте мгновениями жизни. Я счастлива, что в долгие годы дружила с бесконечной небесной голубизной. Какими видами спорта он вызывает? Какими видами? Ну вот я вам говорила, что нужно дружить со спортом. Начиная, когда у меня появилась мечта, а ещё раньше, ещё раньше, ещё даже, ну я только ещё где-то в пятом классе читала. А как спрашиваю, почему-то меня тянуло к этим книжкам. Значит, о перелётах, вот как сейчас помню. Ну с шестого класса как бы отсчёт, я считаю, начался, когда книжка Марина Лаврентьевна попалась. Я уже тогда стала себя готовить физически. Но так как я жила в Башкирии, в деревне, в селе, у нас кроме как лыж и физкультура в школе, ну сами понимаете, там прыгали через козла, через коня, ну как вот обычные уроки физкультуры. Но я любила лыжи. На лыжах бегала очень хорошо, и как-то к нам в деревню прилетели лебеди. И вот одного лебедя подстрелили, это где-то, я не знаю, километров пять или ещё больше было озеро. И лебедь, ну вы знаете, лебединая верность, значит, лебедь не улетел, не оставил свою, как говорится, подругу, и он, значит, прилетал к ней. А я когда узнала, что лебеди у нас остались зимовать, значит, я тогда становилась на лыжи, брала там еду им, ну крошки хлеба, сало, там какие-то зёрна. И на лыжах, пока не раз, ну уже весна не наступила, ходила к этим лебедям, значит, кормила их. Вначале они меня не подпускали, когда, ну боялись, как увидят, вроде, ну подстрелили же лебедя, боялись у человека. А потом, когда увидели, я им стала оставлять еду там, и они меня уже стали принимать, значит, встречать меня, провожать, когда я их покормлю, и вот такая была история. Значит, просыпалась и бегала в нашу деревню, ну село, пока всю по периметру не отбегу, я домой не возвращалась, потому что к восьми часам нужно было уже в школу. Ну, то есть, любила бегать, любила на лыжах ходить, и ещё я уже готовила себя, как бы, стать лётчиком, значит, так как лётчики прыгают с парашютом, я у нас сарай был, ну там, как Лопас вот назывался, я, значит, брала контик и оттуда прыгала, то есть, как бы, готовила себя к прыжкам с парашютом, а потом ещё натягивала верёвку посредине двора и тоже прыжки в высоту, там, в длину, ну, то есть, дружила со скультурой, а ещё по радио была такая, значит, утром, значит, как там, на зарядку, на зарядку становись, да, и в семь пятнадцать, в шесть пятнадцать, доброе утро, дорогие товарищи, а сейчас вас приглашаем на физзарядку, и я остановилась, значит, ну, был дом деревянный, то есть, печка топилась, как бы, дровами, утром просыпаешься в четыре, там, ну, в пять-шесть часов, холодно, невыносимо, я остановилась, значит, в трусах, майке и делала зарядку, там, значит, руки, как, ноги в сторону, руки, значит, плеча, ну и так далее, там, там, команды выполнялись, которые по радио говорили, вот, на зарядку, там, встали в такую-то стойку, и так далее, первое упражнение, там, руки вверх подняли, там, и так далее, ну, в общем, дело зарядку любила, значит, теперь в институте тоже бегала на лыжах, и на протяжении и бегала, тоже и бегала, и на протяжении всей своей жизни всегда принимала участие в соревнованиях, будь то в школе, в школе тоже мы ездили на соревнования, вот, райцентр Мракова, Пугарчинский район, и туда, значит, со школы команда собиралась, а когда уже я служила, ну, вы знаете, я вам говорила, что более 20 лет прослужила в Министерстве обороны, в военно-воздушных силах, затем служила в авиации МВД России и в Росгвардии, ну, когда училась в академии, я вместе со слушателями, ну, я одна-единственная женщина, обучалась, я в команде тоже принимала участие по бегу, то есть мы бегали, значит, за факультет, за кафедру, по лыжам, на лыжах тоже бегала всегда, вот, 5 километров, мужчины 10 бежали, а женщины 5, ну, нам немножко скорбку дают по, значит, дистанции, значит, тоже бегала за команду, и вот пока мне даже вот исполнилось, ну, женщины не говорят, сколько возраст, ну, я вам по секрету скажу, пока мне не исполнилось предельный возраст, 55 лет, я принимала участие за Центр специального назначения сил оперативного реагирования и авиации МВД России, значит, бегала, и эстафету, значит, лихоатметическую в Олимпийском, знаете, в Москве есть такой дворец спорта Олимпийский, где стадион этот, плавательный бассейн, там тоже плавала, ну, как бы в соревнованиях, Крылатская, мы там бегали, и на лыжах, Крылатской, знаете, в Москве тоже там соревнования проводятся, и на лыжах, то есть вот, ну, как бы, ну, можно сказать, спросить, какую-нибудь любимую спорту, ну, наверное, лыжи, ну, и, наверное, бег, потому что другие виды, хотя я очень мечтала кататься на коньках, фигурное катание, до сих пор смотрю, затаив дыхание, и вот, когда я смотрю, как они там вот эти фигуры выполняют, как они летают там, вы знаете, вот просто заряжаешься, столько вот энергии как-то получаешь, я оторваться не могу, если вот фигурное катание, особенно соревнования проходит, я, значит, меня лучше не трогать, я просто к телевизору вся прям прильнула, как говорится, и, в общем, не оторвав взгляда, болею за каждого, радуясь, как они выступают, какие они красивые различные фигуры там переворота делают, поэтому мечтала, ну, гимнастика тоже нравилась, но не было возможности у нас в селе, поэтому больше лыжи и бег. Какое у вас было первое впечатление от, ну, впечатление от первого полета? От первого полета, хороший вопрос, от первого полета, значит, впервые я поднялась в небо 28 апреля 1982 года, и первое было впечатление это притяжение Земли, вот мы, я, конечно, видела это все, красота, любовалась все, и меня почему-то тянуло к Земле, я готова была вот так открыть как бы дверь, и вот такое вот притяжение, и это притяжение я чувствовала очень долго, даже когда в институте обучалась, училась в институте студенткой, жила на пятом этаже в общежитии, и тоже вот почему-то меня тянуло к окну, открыть окно и вот какое-то притяжение, вот притяжение Земли, вот это вот никогда не забуду, вот такое вот чувство.